Это вести. Начинаем с обострения ситуации в Донбассе. С самого утра украинские силовики обстреливают Донецкой Макеевку из артиллерийских орудий. Под удары попала и жилая зона. В частности, один из снарядов угодил в девятиэтажку. Информация о пострадавших к этому моменту уточняется. Также в самопоразглашенной Донецкой Республике заявляют, что перехватили доклад украинского генштаба о потерях среди киевских силовиков. По этим сведениям, за последние дни погибли 78 военных, еще 76 были ранены. Сейчас с нами на прямую связь выходит наш военный корреспондент в регионе Александр Сладков. Александр, здравствуйте. Какая ситуация на этот час и есть ли потери со стороны ДНР? Здравствуйте. Ситуация такая. Рекордное число нарушений Минских соглашений со стороны вооруженных сил Украины и националистических батальонов, действующих против ДНР. 2211 обстрелов. Такого раньше не было. Ну, во всяком случае, год это точно. Что касается боевой ситуации. Дважды пытались вооруженные силы Украины и правый сектор штурмовать позиции в треугольнике Авдеевка-Спартак-Аэропорт. Первый раз вечером пошли. Ну, я пользуюсь здесь информацией пресс-службы вооруженных сил ДНР. Пошли силами двух взводов, попали на минное поле, были обстреляны, отброшены, понесли потери. Следующая атака была примерно в 4 утра. Уже более, ну, уже ротой предположительно действовал правый сектор. По данным военных ДНР, у украинских военных 30 погибших, 60 раненых. Значит, в 7 часов утра здесь прекратилась канонада. Я знаю о том, что прекратили стрельбу, взяли на себя ответственность не стрелять для того, чтобы в Авдеевке, которая сейчас находится под контролем Киева, сумели сделать свет, восстановить линии электропередач, чтобы там люди, гражданские люди были в тепле и с электричеством, и при воде. Мария. Александр, спасибо за последний день о новом обострении ситуации на юго-востоке Украины, рассказал наш военный корреспондент в регионе Александр Сватков.